Добрый день, дорогие друзья! Я с радостью приветствую вас на своей авторской программе «Достояние Одессы». Вот в этом замечательном ресторане Бернардации, творении архитектора Александра Бернардации, я встречаюсь со своими друзьями, со своими гостями, с какими-то новыми людьми, с теми людьми, которых я знаю давно, но объединяет их одно, объединяет их безусловная, абсолютная, очень трогательная любовь к этому городу, городу Одессе, и объединяет их дело, дело жизни, которое делает наш город лучше. Вот понимаете, все мои гости, все герои моей программы являются настоящим достоянием Одессы, водоним. Мои атланты. Недаром я сделала символом программы вот эти замечательные атлантов с улицы Гоголя 2. Они поддерживают хрустальный шар земли. Сегодня у меня будет абсолютно встреча удивительная, замечательная. Я давно добивалась встречи с этим человеком, знаю его давно. Но одно дело знать, одно дело общаться, а другое дело поговорить с ними для вас перед камерой и рассказать об очень важных вещах, которые, собственно говоря, и являются основанием Одессы. Потому что Одесса – это градостроительный потрясающий комплекс, который достался нам наследство от людей незаурядных, которые сделали прекрасный город, абсолютно европейский, выстроенный правильно. И у меня будет сегодня встреча с человеком, который этот город продолжает развивать в лучших традициях, добавляя туда всевозможные новые, бионические какие-то и прочие разные штуки и вещи, о которых мы поговорим. У меня в гостях сегодня замечательный архитектор, заслуженный архитектор Украины Юрий Беликов. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А еще я знаю, что был лауреат Государственной премии Украины в области градостроительства и архитектуры. Да, было такое. Это очень почетное звание за какой-то очень удивительный, классный проект. И еще вы являетесь главным архитектором и вообще душой компании Белитаж. А студия Белитаж, объединяющая какой-то удивительно творческий, интересный коллектив, об этом мы тоже поговорим. Да. Юрий, первая часть моей программы об истоках. Ведь откуда-то же мы все выходим. Ну, банальная фраза о том, что мы из детства, но тем не менее мы из детства. Мы когда-то родились и когда-то чем-то заинтересовались. И вот этот наш интерес кем-то рожденной, возникший откуда-то, стал основой нашей жизни. Не помню, кто сказал, выбери себе профессию по душе, ни дня не будешь работать. Я думаю, что вы ни дня не работали. Нет. Я шучу. Выбери себе профессию по душе и будешь ни дня не работать, потому что это будет не работа. Я понял, ваш легкий сарказм. Не, архитектура все-таки это труд. Это труд. Это труд, который одновременно является и творчеством, и рутиной, и так далее. И рутиной тоже? Ну, иногда да, к сожалению. Согласование? Да, естественно. То есть просто рутина не должна доминировать над творчеством и над удовольствием, которое мы получаем в процессе этой работы. Это естественно. То есть нельзя быть всегда счастливым, нельзя быть всегда несчастным. Черное, белое. Так оно только и познается в сравнении. Как иначе без этого? Знаете, Юрий, все-таки детство, это я знакома была и счастлива, что таком с вашим отцом замечательным, Владимир Беликов, чудесный, прекрасный архитектор. Я так понимаю, что это такое продолжение династии. Да. Расскажите. Если честно, решение посвятить себе архитектуре я принял довольно поздно. Насколько я помню, мне было уже 16 или 17. То есть не с рождения, хотя видели там процесс? Нет, мне очень нравилось, чем занимался отец. Он тогда занимался больше не, собственно, частичной архитектурой, а частично это больше было интерьеры, это были больше какие-то элементы благоустройства и так далее, и так далее. Потому что это 70-е, 80-е годы, скажем так, это не лучший период советской архитектуры, скажем так, это не эпоха даже и не модернизма, или даже не эпоха там расцвета сталинской архитектуры, которая тоже была очень по своему интересу. Да, конечно. То есть это такое... Упадок везде во всем. Да, да, скажем, и вот в это время понять, что мне хочется заниматься некоторыми такими серыми домиками, или надеяться всю жизнь, что мне может быть доверят какой-то кинотеатр, и тоже, которые были типовые на 80%. А я не буду привязывать деньпланы чего-то там, в каком-то там микрорайоне и так далее, и так далее. Это не особенно вдохновляло? Да, это не вдохновляло, честно. Вдохновил, скорее всего, меня две вещи, наверное, вдохновили на выбор профессии. Первое – это наш город, в котором я вырос. А повезло мне вырасти непосредственно в самом центре, в переулке Чайковского. Я, выходя каждое утро на балкон, видел оперный театр и полирояль. Каждый день моим двором, собственно, и был полирояль, там, где я вырос. В школу я ходил через Абанеев мост, через Дом ученых, на Гоголя, в 43-ю школу. Любимый Гололок. Да, да, да. И поэтому каждый день я соприкасался с лучшими образцами одесской архитектуры, с пространством этого города, что не менее важно. Каждый день я наблюдал, там, по несколько раз, вид на порт, на море и так далее, и так далее. Оно вышло в жизнь. Да, оно вышло в жизнь, как бы, и вот эта вот привычка изучать какие-то элементы, какие-то детали. Это вошло в жизнь, да, непосредственно. Ну и потом, конечно, отец, который вот все-таки показал мне, что такое работа архитектора. И то, что я видел, вот эти две позиции, скорее всего, на меня и повлияли. Хотя до последнего момента я собирался поступать на Мехмат или в МФТИ, или еще куда-то там. То, что у вас было? Я закончил математическую школу, у меня прекрасное математическое и физическое образование еще в школьном возрасте. Это дорогого стоит, это образование очень серьезное. Да, то есть, как бы, у меня были лучшие преподаватели физики и математики всего города, поэтому, как бы, я мог с легкостью поступить в любой технический вуз в Москве, Петербурге или Одессе. Тогдашнее Советского Союза, везде. А вот как раз вопрос с, собственно, с рисованием, там, с вот этой художественной подготовкой, это вот мы с Союзом перед поступлением полтора года плотно занимались. Когда вы поняли, что будете туда. Да, и в итоге я все сдал, как ни странно. Я сдал на пять рисунок. Серьезно? На четыре математику. Вот это уникально, конечно. Да, преподаватель был очень удивлен, то, что я ему там вынес эти пять страниц каких-то, ну, сказал, тут надо было график нарисовать. Чем вы занимались? Я говорю, я сводил корни, потому что тут два неизвестных, и чтобы их свести, я вот показал вам метод, там, я не помню, полирограмма или еще чего-то, я уже, к сожалению, спустя столько лет... То есть, какая классная история, сводили два неизвестных. Ну да, да, есть такой метод. Так, получается, вообще вы сейчас, чем вы занимаетесь, это вы сводите два неизвестных, то есть вы создаете нового... Ну, в артитуре больше неизвестных, чем два. Больше неизвестных? Конечно. Гораздо больше. Это же вы пространство вписываете, пространство уже отработанное веками, так скажем, как минимум два века, вписать что-то новое? Скорее всего, я вписываю человеческую жизнь. Человеческую жизнь? В пространство, которое я создаю. То есть, это может быть внутреннее пространство, наружное пространство. Это красиво, вписываете человеческую жизнь. Ну, естественно. Мы постоянно живем, у нас архитектура окружает нас постоянно. Для людей она живет, для людей, правильно. Но, тем не менее, архитектура – это искусство. Кстати, одно из самых дорогих искусств. Да. И одно из самых древних. Ну, естественно. Ну да, так оно и есть. Кстати, и дизайн тоже один из самых древних. Они же свои пещеры как-то украшали, разрисовывали, до нас доходят рисунки. Ну, первым архитектором все-таки была природа, естественно. Первый архитектор, да, ну, Всевышний, первым архитектором природы, назовем это так. Да. А учеба, академия, тогда это был институт, да, строительный? Да, это был Одесский инженерно-строительный институт, в котором я поступил в 1984 году. Проучился там два года, а потом ушел в армию. То есть, вы отслужили? Да, конечно. Как полагается. А где вы служили? Я служил в 119-й истребительно-авиационной дивизии. Вы меня удивили. В городе Тирасполь, да. Ничего себе, это серьезная служба. Да. Это не игрушки где-то там, забор красить. Нет. Нет? Нет, у меня был допуск 25 лет не выезда за границу. Серьезно? Настолько серьезно, что 25 лет? Это очень интересно. То есть, это тоже каким-то образом повлияло на вашу жизнь, на ваши отношения к жизни, закалку? Естественно, армия. А что именно? Ну, это просто умение, то есть, это умение, понятие, что такое мужчина, каким он должен быть, что такое вообще честь, достоинство. Все оттуда? Все оттуда, да? Да, дисциплина, в конце концов. И дисциплина. И пойти служить, это все-таки, когда многие косят, пойти служить и отбыть. Это два года было, наверное, сколько? Два года, но это серьезно. Это два года выйти из привычной жизни, одесского мальчика, полирояля. Да, естественно. Это было немножко другое. Это было другое. Но это нужно было. Я считаю, да. Я ни дня не жалею, абсолютно. А потом возвратились и снова продолжили учиться. И да, и потом я возвратился еще, доучился еще три года. Сдал диплом. Какой диплом был? Ой, диплом был. Вот тогда это уже, это был, насколько я помню, сейчас... Начало девяностых, наверное. Это девяностый год. Девяностый год. Тогда уже перестройка, какие-то там первые коммерческие моменты. И диплом у меня был связанный с реконструкцией одной усадьбы. Не буду сейчас ее называть. Так это уже интереснее. Это уже... Под отель. Ага, то есть начались уже движения такие коммерческого характера. Мне даже за него заплатили денег. Это феноменально. То есть вы почувствовали изменения и поняли, что вы вовремя занялись такой интереснейшей профессией. Не, и будучи студентом я работал. Начали работать, да? Постоянно работали? Да, я и с отцом работал. Это была в основном какая-то оформиловка какая-то, какие-то интерьеры, проходные заводов, обкомы, еще какие-то концертные залы и так далее, но эта работа постоянно присутствовала. То есть постоянно работали, постоянно движения. Автомобили для демонстраций. Тоже? Да, конечно. Вот этот вот, который ездили такие. Ну да, конечно. Это тоже, да. Это тоже оформление вот этого все. Росписи, монументалка какую-то часть занимала тоже. Тоже были прекрасные учителя в эту тему. Можем вспомнить? А? Можем вспомнить кого-то? Ой, да, да. Я люблю вспоминать, я люблю вспоминать. Люди, может быть, даже уже некоторые ушли. Они, к сожалению, все ушли. Все ушли, да? Да. Давайте вспомним тем более. Было много прекрасных художников, с которыми мне довелось работать. Это и Владимир Харченко, и Александр Безрадный, и Николай Морозов. Те, кто ставили свою такую печать. Да, да, прекрасные монументалисты, чью работу я наблюдал с большой радостью. И очень приятно об этом вспоминать. То есть это все вдохновляло, это все продвигало вперед. И так случилась перестройка, затем самостоятельная Украина, и началась бойным цветом развиваться все, что касается экономики. Ну, перестройка для меня случилась в Южном Йемене, потому что в 91-м году я уехал туда работать. Это развал Советского Союза? Да, я его встретил там. Я его встретил там. Вы там работали как архитектор? Это тоже опыт какой-то для вас важный? Да, конечно. Да. Это уже был опыт работы непосредственно с частным заказчиком. Плюс там было Министерство земли, со мной работало еще в Южном Йемене. Вы поняли эту историю, связанную с земельными вопросами? Да. Документацией? И мне посчастливилось там проработать в прекрасное время полтора года. Мне повезло. Просто тогда тоже меня, видно, что-то там хранило. Потому что как только я поехал домой в отпуск, там началась очень кровопролитная война. И те люди, с которыми я работал, к сожалению, проиграли эту войну. Слава богу, они там живы, все хорошо. Но вы уехали вовремя. Да, я вовремя уехал. Там танки, самолеты, все было. У нас тоже было сложное время. 90-е годы. Это время такое очень непростое. Но с другой стороны, оно открыло новые возможности. Потому что, собственно говоря, то, чем вы занимаетесь сейчас, возникло тогда. То есть громадное количество новых объектов, рестораны, клубы, частные дома. То есть начало строиться жилое, естественно, строительство, градостроительство в полном смысле этого слова. Все ожило. И тут, мне кажется... Городостроительство, я бы сказал, умерло. Умерло, да? Да. Оно не ожило, а умерло. Что, серьезно? Я не могу назвать современную застройку, соединить со словом градостроительство. К сожалению, это так. Я могу назвать это хаосом. Такой специальности, как градостроитель, к сожалению, сейчас, наверное, в нашем городе нет. А как в мире? В мире есть, конечно. Есть гении генпланов, есть гении застройки, прекрасные примеры. У нас это можно только где-то проследить на каких-то конкретных небольших объектах внутри одного квартала или внутри одного поселка. Ну и, к сожалению, это эпизоды. Ну, в этой ситуации вы, тем не менее, делаете свои проекты. В этой ситуации вы пытаетесь... Ведь это же такое искусство, если мы говорим об искусстве, а не говорим об архитектуре, как вот то, о чем вы сейчас сказали. Ну да, она ушла больше в предметный дизайн. Она ушла в предметный дизайн. Что касается интерьера, либо конкретного объекта, собственно, как здание, как точка, ну, плюс там прилегающая территория, включая какое-то благоустройство. Планшетный дизайн, что касается этого? Что касается какого-то комплексного подхода и... Концепции вообще развития? То есть, вот, грубо... Что такое, собственно, архитектура и все это? Вот я проснулся, кровать, в которой лежу, это архитектура и дизайн. Я вышел, умыл руки, посмотрел на умывальник, открыл кран, допустим, Филипп Старка, это тоже дизайн. Архитектура и дизайн? Да. Я сел в лифт. Да. Вышел там с дома, взялся за дверь, увидел там свой дом, который мне нравится. Или свой там частный дом, или какой-то дом, в котором я живу. Я тоже получил какое-то наслаждение, прогулялся по улице. Опять, а вот тут или я прогулялся там, где мне хорошо, или попал вот в какой-то вот такой вот... Я была в Барселоне, и меня настолько восхитила архитектура этого города, который сделан так, в общем-то, как город. Но больше всего меня восхитили двери. Вот вы сказали слово «дверь». Я делаю фотографии дверей, у меня было около ста фотографий, причем каждая дверь является произведением искусства. Это так вдохновляет, и это дает такое удивительное ощущение жизни прежних людей. Ваши старые одесские двери ничуть не хуже. Слушайте, а помните, когда мы сделали фотосессию напротив двери, там, где у вас был офис, вы забыли сейчас, семейную? Да, 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 там шикарная дверь. Потрясающая дверь была там. Модерновая, металлическая. Удивительная дверь. Такая а-ля Париж. И мы сделали эту фотосессию, я до сих пор иногда перелистил этот старый журнальчик и вижу там вас рядом с этой дверью. Это же живые свидетельства эпохи какой-то. А что мы оставим после себя? Вот тут очень важно, тем не менее, вы делаете проекты, которые останутся тем людям, которые придут позже. Ну, за нами. Какие объекты для вас были важными? И вот попейдем к второй части нашего разговора о том, непосредственно о вашем деле и о ваших объектах. Потому что мы сколько угодно можем ворчать, что того нет, того нет. Но это наша жизнь, это вот мы проживем, что мы сможем сделать. От этого зависит то, что мы оставим. И я знаю, что вам есть чем гордиться. И есть гордиться чем Одессе из новых объектов, которые сделали вы. Я понимаю, что одни объекты лучше, интереснее, другие на потребу дня, но никуда от этого не денешься. Что для вас было важным из того, что вы сделали на этом пути? Вы понимаете, ну, было какое-то, конечно, развитие. То есть сначала были какие-то небольшие объекты. Это в основном и частные дома, которые до сих пор радуют людей. Слава Богу, уже там по 20 с чем-то лет прошло. И все нормально стоит и живет. И все прекрасно. Это в основном, что еще и стоит. Да, есть прекрасные поселки, в которые тоже я очень горжусь, что я построил. И есть даже целые поселки, да? Ну, они небольшие, но они присутствуют. Это, допустим, Золотой берег на 16-й станции. Красивый. И, как его часть, этот фрагмент набережной. Набережная очень классная. Да, а на дне, собственно, вот эти 28 домов. Вот эти вот дома Золотого берега. Красивые дома. И вообще очень как-то все гармонично в этом поселке. Собственно, это белый парус на 8-й станции фонтана. Мне кажется, тоже очень удачный проект с точки зрения планировки и организации пространства. Это я имею в виду из крупных домов. Из крупных, да? Да. Он большой, но у него была достаточная территория. 5 гектар или даже больше рядом парк. Собственно, 2,5 гектара было. Вы все вписали? Да, конечно. Ну, и там мы применили очень хитрую планировку здания. Собственно, были разработаны две абсолютно совершенно нового типа жилых секций. Потому что здание состоит из пяти секций. Оно очень сложной формы. Конструкция, кондекурация. Буквы «С» или «Вопросы», называйте, как хотите. И вот там надо было разработать совершенно удобные и вписать эти планировки в очень проблемную, достаточно сложную форму, которая гармонично вписывалась в это пространство. Вот. Я считаю, у меня это получилось. Я знаю, что один из интереснейших клубов, который уже столько лет существует, наверное, около 20 лет, наверное, где-то в 2000 годах. В этом году у нас юбилей. В этом году юбилей Ибица. Но это, я считаю, что это легенда современного одесского клубного движения, современного одесского клуба, выстроенного. Я когда впервые увидела его так ожил в Дали, со всеми своими какими-то этими текучими вещами, это было настолько необычно. Он, кстати, никогда его с Дали не ассоциировал. Да, я понимаю, что вы ассоциировали его с Памукалет. Я понимаю, что вы ассоциировали его с тем движением, которое вы наблюдали в Турции. Оно же рождается откуда? Бионические вот эти вот формы? Ну, да, да, да. Больше от бионики, чем непосредственно какой-то вот аналог. Может быть, где-то Гауди, конечно. Ну, Гауди это само собой. Да, и вот Дом Катакомбы, вот это может быть частично что-то вот туда, но не к Дали. А почему-то оно у всех ассоциируется именно таким образом. И даже пишут об этом. Вы знаете, мне никогда не нравился Дали. Я вас понимаю, я вас понимаю прекрасно. Я больше фанат Пикассо. Если так, как антиподов в двух сравнивать. Так оно и есть. Пикассо, это вот форма совсем другая. Это и абсолютно другой брутальный такой подход к жизни, я думаю, что во многом. Это все же видно в творчестве. Хорошо. И я понимаю, что вот проект Ибицы, который, ну, это Аркадия. Ну, да. И в Аркадии потом было еще продолжение строительства какого-то. Ой, в Аркадии, вы понимаете, сейчас, раз, два, три. Я запроектировал, не считая ресторанов, четыре ночных клуба. Четыре ночных клуба? Да. Ну, это серьезно. И все-таки Аркадия, это такая ночная жизнь, это туристический центр. Вообще, ночных клубов было очень много. Это там и Киев, и Донецк, и Бугас, и Крым. Мы, где мы только их, у нас какой-то был период, у нас была просто фишка. Мы были совсем молодые, и мы как бы были в теме этого вопроса. И тогда был бум именно на вот это его строительство ночных клубов. И у вас все это очень здорово пошло. И вы стали модным архитектором. Кстати, я должна сказать, что мода – это вообще замечательная история, которая движет и развивает. Если ты хочешь заняться благотворительностью, например, то в Европе или в Америке модно заниматься благотворительностью, и это движет современные многие представления. Мне кажется, что это абсолютно правильно. Вы стали модным архитектором. Если мы говорим сейчас о вот этой вот, как бы, больше интерьерной, чем объектной, судя, естественно, это модно, потому что это можно называть слово «модно», потому что как раз это то, что не является совсем таким вот долговечным. Тут тоже есть вот момент вот такой моды и стиля, и момент вот актуальности на сегодняшний день, он по-любому присутствует, понимаете. То есть вот, наверное, как раз вот эта уникальность «Ибисы» в том, что за 20 лет она не устарела, а может быть, наоборот, помолодела. Это заслуга собственников этого клуба, которые постоянно вкладывают деньги в реконструкцию и в его развитие. Вот. И я вам скажу, что за эти годы мы постоянно что-то вносим, корректируем, развиваем и так далее, и так далее. Это удивительный пример, когда громадное количество клубов, родившись как бабочки-мотыльки, очень быстро умерли и отошли просто в небытие. А этот клуб продолжает быть доминантой. Да, кто помнит такие клубы, которые мы делали, там «Йо», «Чикаго», «Атлантис» один-второй, там еще я могу перечислять, «Космо» в конце концов. Да, «Космо» в конце концов. Оно все ушло, а это осталось. Это удивительно. Это удивительно. Хотя это в самом деле, это сиюминутно, оно же не является монументальным чем-то. Ну, вот как раз вот здесь элементы монументальности, они как раз и присутствуют. Вот как раз в этом клубе есть момент монументальности. Юрий, скажите, вот сейчас тенденции мировые. Я понимаю, что вы ездите, посещаете выставки, но пройдет этот карантин, опять начнем ездить. И для того, что архитектура и дизайн – это то, что требует посещения и выставок, и узнавания, что происходит в мире. Впечатление, вдохновение, естественно, в конце концов просто ущоба. Ну, ты же творец, это помимо учебы, это еще и азарт творческий. Ведь великий Баухаус, прекрасная школа, они же все творили в соперничестве, в бесконечном противостоянии, борьбе друг с другом, доказательства каких-то. Ну, это так же точно, как писать стихи, как писать какие-то вещи, там, где ты живешь в среде определенной. Если нет среды, то, ну, представьте себе Анну Ахматову без среды. Ну, что это такое? Или блок без среды. Ну, ее бы, наверное, просто не было. Ее просто бы не было. Серебряный век, это же все точно так же. Как вы здесь выбираете эту среду, где вы черпаете концепции, направления? Как вообще сейчас меняется архитектура в мире? Вы понимаете сказать, что она меняется больше технологически, чем с точки зрения стилистики. И с точки зрения, то есть, она идет, как любая мода, как какие-то моменты, связанные с дизайнами, тут все равно это какие-то циклические или спиралевидный процесс, который идет на этапе. Понимается, да, но в итоге там основные решающие влияние на архитектуру служило то, что касается технологий. Это железобетон, его появление изменило кардинально архитектуру. Металл, черный металл, это появление небоскребов, эфелевая башня, еще чего-то, то есть инженерное решение. Следующий этап, это, наверное, алюминий, естественно. Который сделает легкими конструкциями. Да, конечно, это и форма остекления, и, естественно, современные материалы фасадные тоже влияют. Ну, собственно, если мы возьмем какие-то основы, собственно, жилья человеческого или пространства, со времен Гропиуса, Корбюзье или Мисс Ван-де-Рой никто ничего нового сильно не сказал, я бы сказал. В общем-то, да. По большому счету, технологично, да, но если мы сейчас возьмем работы тех же ранних модернистов, европейских или наших советских, русских, по большому счету, и перестроим их на современный лад, это будет в контексте духа и времени современного, буквально. Ничего, ничего не изменилось? По большому счету, да. Я бы сказал, что самое большое влияние несут технологии. Именно они дают возможность осуществлять фантазию. Ну, конечно, да, да, да. Дополнительные возможности для творчества, естественно. Поэтому, собственно, материаловедение и подход к изучению материалов для современного архитектора – это, наверное, одно из самых важных. Тогда задам такой вопрос. Мир стал сейчас очень открытым, люди могут передвигаться. Многие выдающиеся архитекторы творят по всему миру. Я была в Иерусалиме, видела мост Калатравы. До этого я слышала, там я это увидела, я по нему прошлась. Калатрава – гениальный инженер и архитектор. Это удивительно, это один из моих любимых архитекторов. И я не могу, например, понять, почему через Днепр не построят мост Калатрава. У нас есть деньги. Разговор о том, что у нас нет денег. Вообще кто-то обращался к таким выдающимся, почему в Азербайджане, допустим, в Баку строила Захадид? Захадид, да. Шикарное музей Алиева. Я в нем был, получил просто… Почему в Украину не приезжают и не приглашают вот таких вот удивительных… Это вопрос не ко мне. Нет, да, все-таки? Это не ко мне. Нет, да. А у вас было желание где-то, приглашали ли вас где-то в других странах делать какие-то проекты? Да, небольшие работы. Я делал реконструкцию и новые здания и в Америке, и в Европе. То есть у вас есть… Да, это в основном наши люди, которые по каким-то причинам уехали в другие страны. Они пригласили вас. Да, да, конечно. То есть был опыт и такой. Ну, я понимаю, что это риторический вопрос. Ну, это да, это вопрос ментальности, это вопрос вкуса. Это вопрос ментальности, да. И я понимаю, что это риторический вопрос, почему сюда они приезжают. Наверное, потому что мы не делаем для этого ничего. И это же вопрос открытости Украины. И, к сожалению, мы провинциальная страна. И для того, чтобы вырваться из этого состояния, нужно как раз делать какие-то решительные шаги. И в первую очередь это касается архитектов. Да, я с вами абсолютно тут согласен. Да, конечно. То есть, вы посмотрите, вот… Москва-трабы, как из-за нее написано. Сколько отечественных архитекторов строило в 18-19 веке наш город? Кто там? Мельников и там еще были. Были прекрасные люди. Ну, и половина, по крайней мере, это были итальянцы, это были французы. Вначале больше французов, потом больше итальянцев, потом были, по крайней мере, разные школы архитектурные. Они постоянно присутствовали в нашем городе. И благодаря этому город развивался, собственно. Школы. Позвучало слово «школы». Вы преподаете? То есть, у вас прекрасное знание. Вы сейчас начали говорить буквально в двух чертах вы рассказали о развитии архитектуры. Преподает моя сестра. Так? И, скажем… Почему вы не преподаете? Нет, это возмутительный факт. Вы блестяще настолько прекрасно сейчас рассказали буквально в нескольких фразах развития архитектуры и о том, как она развивалась. Ой, я думаю… Почему? Я думаю на этот повод. Может быть, я не дорос еще. Хотя сестра намного моложе меня, но вот она доросла. А я еще, наверное… Я еще, наверное, нет. Хорошо. Тогда поговорим о Билетаже. То есть, о Билетаже. Это ваша компания? Это вы создали ее? Я думаю, что… Ну, это наша компания, скажем так. Я бы сказал, наша во множественном числе, потому что, собственно, у нас коллектив творцов. Ну, коллектив, это же всегда коллектив. Как вы творите? Я захожу иногда, бываю, у вас, получаю громадное удовольствие от атмосферы вот такого творчества, где тебе сразу же предложат чашечку кофе, где тебя заведут в кабинет, и ты посмотришь там новые эскизы какие-то. Да, мы пытаемся сохранять. И этих людей, и эта вот атмосфера творчества, сотворчества такого коллективного. Расскажите немножко о том, как вы работаете, как вы выстраиваете свою работу, каких берете архитекторов, как продвигаете свои работы. Ой, у нас достаточно услужившаяся команда, с которой мы уже не один десяток лет работаем и творим. Это я могу перечислить там около десятка имен. Ну, это мои друзья, соавторы, единомышленники, коллеги, с которыми мы построили массу превосходных объектов, хороших объектов, разных, скажем так. Но, вы знаете, вот это умение работать в коллективе, и оно вырабатывается, наверное, годами. У каждого есть какие-то свои сильные и слабые стороны, и все-таки, что касается архитектуры, момент команды тут обязательно присутствует. Должен быть, да? Да, конечно. То есть, у всех самых известных мэтров огромные команды были всегда. Той же Захи Хадид, которую вы упомянули, ее фирма до сих пор продолжает успешно работать. Под ее именем? Да, под ее именем. Под ее именем, да, да, да. Это ее ученики, которых она оставила. У того же фостера команда больше тысячи человек. Фостер чудесный. Да, и так далее, и так далее. Это, в принципе, всего, это школы, это наработанные сообщества единомышленников. В архитектуре это очень важно. И приглашают же команды, на строительство приглашают команды. Приглашают, естественно, имя архитектора определяет все, приглашают команды. Я бы тут сказал, это абсолютно для архитектора созвучно, один в поле не воин. Ну, если мы не говорим о каком-то там небольшом объекте, то вообще это командная игра. Ну, да. Одесса в вашей жизни, все-таки, я к концу программы, мне важно поговорить. Я же понимаю, что вы можете, я понимаю, как вам иногда сложно бывает, когда вы можете реально изменять к лучшему город, а не получается. Это, когда получается, что, ну, нет общего какого-то направления движения. Но, тем не менее, какие ваши любимые уголки Одессы? Ну, во-первых, я поняла уже, Полирояль и Сабаниев мост, наверное, оно с детства осталось. Что еще из новой Одессы, что для вас является наиболее интересным? Если что-то есть. Сложный вопрос. Сложный, да? Да, я честно могу сказать. Сказать, что вот конкретно, вот есть новая Одесса, вот есть старая Одесса, или чем-то вот этот вот, какой-то ее фрагмент стал каким-то абсолютно открытием для меня или нет, я мне сложно так ответить. Слушайте, ну как вот они в Лондоне вписали этот огурец? Почему мы считаем, что все-таки центр нельзя трогать? Есть дома, которые отжили свой век. И реконструкция стоит очень дорого. Что делать? Как здесь сохранить? Понимаете, вы сейчас сказали, это район Сити, но там не один огурец. Там много. Там много огурцов. Можно много огурцов. Как нам все-таки этот город развивать и в то же время сохранить то, что было? Как вот здесь вписывать? Как вы видите это? Ну, пока никак, я вам скажу честно. Пока никак. Вот у нас сейчас такое время в стране, в городе, вот сейчас лучше всем давать по рукам и ничего не разрешать. Вообще ничего не делать. Ну вот лучше центр, вот по крайней мере. Пока не трогать, да? Ореол, вот не надо. Просто сохранить его, законсервировать как-то. И не трогать пока. До хороших времен. До хороших времен. Я бы сказал так. Когда придут инвестиции, когда придут. Даже ведь не архитектор, архитектор же не есть. Понимаете, потому что я пока бы вот его просто берег. Просто берег. Да. Замечательный совет. Просто беречь пока. Да. Вот не навредить. Не, я за подходы в том же Сити в Лондоне или там, ну, есть же подход, допустим, того же Парижа, когда просто этот район Дефанса не просто унесли, а, допустим, Османовский Париж они оставили в покое, кроме вот этой одной высотки, которую они очень не любят. И стесняются ее. Есть такие вещи, которые приходится стесняться. Да, но она у них единственная. Они начали Эфилию в Башне не особенно любили. И стеснялись ее. Да, тоже хотели разобрать. Хотели разобрать после Всемирной выставки 1900 года. Но, тем не менее, она как-то вписалась. Ну, вот, а, кстати, в Лондоне, вот, я много раз гулял по этому району, и вы знаете, там все очень органично, и вот эти отдельные там двух-трехэтажные особнячки, и викторианская эпоха, которая тоже там проползает, и модерны, и все эти здания, и постера, и там еще масса прекрасных архитекторов. Боюсь кого-то забыть. Один из моих любимейших районов там на Лондоне. С удовольствием там гуляю. Ну, опять, потому что там каждое здание, это непосредственно объект. Это объект. То есть, можно к нему подходить и изучать его часами. Первый июль, когда мы снимаем эту программу, это День архитекторов. Это тем более прекрасно. Я счастлива, что вы в этот день пришли ко мне, вот в это замечательное здание. Бернарда Ци, он, кстати, классное здание, и вообще Бернарда Ци. А, моя любимая, наверное, в Одессе. Правда? То есть, мы сидим в вашем любимом здании? Ну, одно из любимых. Одно из любимых. Смотрите, как оно сохранилось, какой оно флёр несет вот этого времени в стенах, в цвете. Да, да, да. Мозаики во всем. В степени проработки вообще тоже великолепный уровень. Так вот, я хочу сказать, что в этот замечательный день архитектура – это моя любовь. И моя возможность путешествовать по миру – это просто идти, ходить, никаких экскурсий, ничего, просто самой пройти. Ногами всё, посмотреть, руками потрогать, обязательно пощупать. Я люблю спрогать вообще произведение искусства руками. Это то искусство, которое можно потрогать руками. Слава Богу. Ну, и в нём можно находиться. И в нём можно находиться внутри. И в нём можно жить. Вы правильно сказали, что это для жизни. Это всё для жизни. И я вспомнила слова Франка Сенатора, который сказал, что мы получили землю не в наследие от предков, а взяли её в долг у потомков. Да. Замечательные слова. То есть мы берём сейчас в долг у потомков. Мы всё, что мы оставим – это то, что мы у них взяли, фактически. И поэтому то, что вы делаете, вы делаете очень красиво, очень достойно вы и ваша команда. И я очень рада, что вы пришли сегодня, в этот день архитектора. У меня есть возможность поздравить, во-первых, всех архитекторов, которые… Я присоединяюсь. Которые делают благое дело и сохраняют. Сейчас пока сохраняют. И не с праздником. Всех архитекторов с праздником, потому что в Одессе замечательная архитектурная школа. И есть много интересных архитекторов. И вы являетесь представителем профессии, удивительно востребованной, любимой одесситами. Поверьте мне. Это так в самом деле, потому что вы создаёте для нас нашу жизнь, нашу среду обитания, пространство обитания. Я хочу сказать, что Юрий Беликов, заслуженный архитектор, кстати, в 19-м году вы стали заслуженным архитектором. Я читала, по-моему, в 19-м. Я очень рада, что вам дали это почётное звание. Это замечательно, потому что заслуженность – это Украина. Это очень классно звучит. Вот эти Атланты и ваша фамилия. Может быть, найдёте где-то местечко на своей замечательной стене всяких разных наград. Спасибо большое. Спасибо вам тоже большое за программу. Сегодня в гостях у меня был Юрий Беликов. Человек удивительного творческого потенциала, заряда. Человек, который пытается сохранить лучшее в Одессе. То, что сделать, не набредя, а ставить лучшее для наших потомков. Потому что архитектура – это удивительное свидетельство времени. Это то, что остаётся, то, что будет, когда наше, что не будет. Это так чудесно, что есть люди, которые берегут этот город и делают его краше и лучше. И я была очень счастлива сегодня поговорить с ним, потому что много для себя узнала нового и интересного и развития архитектуры как таковой. Я думаю, что вам тоже наша встреча была интересна. Будьте здоровы, дорогие друзья. Любите Одессу. Ходите, трогайте эти здания и берегите их. Потому что от нас тоже зависит очень многое, чтобы то, что нам досталось от наших предков, мы передали нашим потомкам. Всего вам доброго. До новых встреч.